Добрый день, коллеги. Я хочу поблагодарить организаторов, модераторов данного форума за приглашение и возможность поучаствовать. А самое важное, я считаю, что сегодня у меня день в зачет жизни не идет, потому что я сегодня предоснулся к регене. Поверьте, это вот, можно сказать, последний змагикан целое поколение, которые начинали вовчим отцом на юге. И вот Генрих Адамович, мне удалось знать и других селекционеров, и работать с Цибулевским. Это действительно те великие люди, благодаря которым на их плечах была вытянута эта отрасль и популяризована здесь у нас на юге. Поэтому еще раз увидеть такого человека, как говорится, за счастье. Я представляю научное учреждение, институт и соотдела овощеводца, лабораторию бахчевых культур. Тоже занималось селекцией бахчевых в этом заведении не одно поколение. Значит, я надеюсь, что я занимаюсь сейчас, и после меня тоже будут. Значит, я постараюсь, ну так, коротко вам рассказать на сегодняшний день. Значит, ну, чтобы не грузить вас излишней информацией. Значит, складывается таким образом ситуация, что мы фактически проиграли иностранным компаниям на сегодняшний день этого отрасли. Слили ее. Наша вина, не наша вина. Я думаю, тут общая вина и нашего, нашего руководца, который сверху. Значит, отпустили на рынок, и вместо того, чтобы стимулировать науку собственную, мы даже субсидии выплачивали за то, что люди приобретали иностранные семинары. Это же ненормально. Мало того, что они где-то там такой кусок пирога возят сюда где-то на 5 миллиардов, плюс мы еще и 25 процентов, и сколько возвращали еще, то бишь. Масло-масло на эти семьи. В то время как наука находилась в жутком состоянии и брошенная на производку. В принципе, время потихонечку все расставляет. Завтра, если опять, закроют нашу страну. И если в этом году иностранцы успели ввести какие-то семена до нового года, до начала пандемии, в принципе, хорошо. Было что посеять. Если сейчас закроют раньше, осенью, то, в принципе, мы вот, и весна уже покажет, что будем сеять. Наш или не наше. В принципе, это и правительство, президент говорит о том, что пора переходить на свое. Но заставить переходить на свое бесполезно. Вы все равно не будете сеять то, что мы будем вам рекомендовать. Пока вы сами не увидите, не пощупаете, не сделаете выбор в этом, вот только тогда, говорится, перейдете на наши кокетические семена. Создать такие бренды, поверьте, это очень сложно. Здесь, на станции, есть такие бренды, которые на слуху, в принципе, по всему югу России. Та же зимняя сладкая знают везде, особенно вот Кавказские республики. Значит, жемчужины тоже знают, однозначно. Кабачок, белоплодный тоже знают. Они рекламы не требуют. То бишь, даже если вот удастся вот это сохранить, и в объемах, в коммерческих объемах выращивать семена, в принципе, это уже будет достаточно, чтобы здесь наука как-то держалась. Мы проигрываем просто сейчас, потому что 90% в посильных площадях, это иностранные сорта гибрид, что касается арбуза и дыни. Тыква мы еще держимся, потому что создать такие позиции, как были созданы, и вот сейчас у нас есть, иностранцы очень скоро переплюнуть, они не переплюнут еще в ближайшие годы. Арбуз дыни мы проиграли, и потому что вас заставляет выращивать именно иностранные гибриды, потому что приезжает пить купщик, он сразу говорит, что он у вас купит, и называет пальцем так, вот это, вот это, вот это, это, это не предлагают. Соответственно, наши сорта, единичные какие-то позиции, которые могут быть у вас в товарном производстве, то бишь в вашей логистике, в вашем бизнесе. Ну вот у нас есть такие культуры, как быстро, да, те же стиране, сегодня аналогичный, например, ризисор, это типа гонька, созревает очень быстро, очень рано, раньше гонька где-то на неделю, но он порционный, килограмм 3-4, хотя ярко-красная мягкая, но сегодня он не очень нужен. Этот вообще арбуз не нужен на сегодняшний день, хотя вот в Руси, еще с времен царя Петра, да, и даже, наверное, раньше, выращивали только черный и белый арбуз. Волосатый сартотип потом появился. Ницца, прекрасный арбуз, сахар, аромат, цвет, в любую складывающуюся ситуацию он даст урожай. Какой бы сценарий погоды не был, но он розовый, он тоже никому не нужен. Юбилея, это одна из последних вот наших новинок, да, ярко-красный, тонкая корочка. В принципе, мы надеемся, что он какую-то нишу займет. Ну, по крайней мере, так вот у ребят выращивают и в Ростове, и в Ставрополе. Ничего, у нас здесь вроде бы пока неплохие отдают отметки. Значит, монастырский плюс прекрасно лежит, вы его и до февраля месяца без всяких хлорий можете полежать. Но он розовый, волокнисность мощная, хотя вот лёжность очень шикарная, необычайная. Ну, в принципе, ещё где-то процентов 5 его пользуются, потому что свои необычные формы. Красный, мякоть, чёрный, интересный. Все сорта созданы, наверное, на высоком инфекционном фоне. Естественно, не болеют, фузариозы не боятся. Ну, тут характеристики подлинья. Есть у нас и такие. Ну, золотистая – это вот тот стандарт. Если вы в жизни когда-нибудь её попробуете, то потом будете сравнивать всё с ней. В принципе, и учёные сравнивают всё с ней, потому что это так называемая колхозница, где вот сбалансированы все вкусовые качества, и мякоть, консистенция, мякоть, и аромат. Это вот именно золотистая. Создавал её ещё великий учёный Крепченко. В создании этого сорта, я смотрел документы, участвовала в порядке смесь пыльцы 8 сортов лучших на то время. Представляете, это как от лучших родителей и самый лучший генотип получили. Тоже его сложно переплюнуть. Тарванская. По урожайности слабенькая, но она 50-52 дня созревает. В принципе, мы сейчас её семена нарабатываем. У нас берут, особенно вот корейская диаспора берёт, у них заточены они на производстве через укрытие, через рассаду. За 50 дней, в принципе, пока ещё нет ни одного представителя, который даёт блю. На вкус никакая. Сахара практически нет, очень мало. Но аромат и подтянуть покупателя к прилавку за счёт этой дыни всегда можно. Тем более, что у нас край курортный, санаторий курортный. И курорт у нас начинается уже, считая, с последней декады мая. Огромное количество билей. По последним словам я уже даже в условиях таких ограничений более 2,5 миллиона человек приехало. Каждый хочет попробовать непосредственно тот фрукт, который растёт у нас здесь. Овощ, фрукт. Естественно, бакчай – это южный продукт. И каждый стремится. Поэтому научились выращивать. Сегодня уже идёт вот эта антиреклама. Нельзя кушать арбуз, арбуз созреть в августе. Да нет, это далеко ошибается. Потому что настоящие производственники, которые стремятся получить от этой культуры маржинальность какую-то, они выращивают раннюю продукцию. И они идут через рассаду, через укрытие. Используют современные материалы. Соответственно, вот, чтобы присутствовать на рынке уже в конце июня. И вот им, естественно, нужен ассортимент такой, будем говорить, мы не можем предложить им для этого ссортимента практически ничего. Ну вот, Таманская – одна из тех, которым может занять какую-то нишу. Ну, я правду говорю, сельчанка – хороший сторт, прекрасный сторт. Ранен 55-58 дней. Полноценная дыня до 4,5 килограмм, в принципе. Да она уже и сахар набирает, она уже имеет и вкус. Славят. Ну, бренд, который будут выращивать очень долго. И очень долго его не забудут. Это, будем говорить, один из немногих сортов на сегодняшний день, который не поражает дынная муха. То бишь, не надо ловить ее, не надо феромонные ловушки ставить, отслеживать. Она и так сама себя защитит. Не надо химических обработок. Значит, характеристики не будут. В принципе, вот дынный арбузный конверт, мы попросили так сказать, при единовременном посеве наших сортов, в заведении можно получить такую конверцию. Ну, в принципе, так вот о сортах я похвастался, что у нас есть. Ну, поверьте, здесь есть тоже. Но все равно право выбора остается за вами. И, конечно, в качестве пожеланий ученым, которые здесь трудятся, значит, создать бренд. Бренд, который вы оцените из карты. Вот это да. Вот как Петюхин создал Владу, да, это не секрет, она везде пользуется популярностью, и не надо хвалить. Остальное, у нас нет возможности вкладывать деньги в рекламу, тем более в такую агрессивную. Мы не можем к вам приехать с мешком себя, сказать, нате, посейте, бесплатно, если у вас что-то получится, вы нам там перейдите деньги, зайдите сюда. Такой возможности нет, потому что мы государевые люди на государственных предприятиях. А, как правило, эти предприятия, есть такое слово «галадранцы», например, это сравнимо с этим. У нас, помимо того, что мы должны сегодня заниматься наукой, нас еще обязывают и заниматься зарабатыванием денег, то бишь для себя. И еще раз заставляет публикационная активность проявлять, потому что наша зарплата зависит от того, что напишу, я статью и не напишу. Конечно, это глупо. Если за границей на одном селе конционера работает целая команда, там 20-30 до 100 человек для решения каких-то проблем, у них нет проблем, вот завтра вы скажете, дайте мне арбусу такую форму, такого-то рисунка, с таким-то цветом, таким ароматом, с такой севечкой. И вам его дадут ровно через год, максимум через два. У нас же на создание таких сортов уходит огромное количество времени, до 15 лет. Это такой минимальный срок, чтобы создать сор. И поэтому в нашей стране три года назад было более двух тысяч селекционеров. Наука сама по себе не популярна и из-за того только что, из-за материального обеспечения. Молодежь не идет. На сегодня в стране осталось 1200, по-моему, 1300 человек. То есть тенденция к снижению. Создать, построить станок, трактор надо там ну месяц, ну два. Создать специалиста, любого специалиста, в любой области взять, даже если агронома. Агроном после института это сырый материал. Из него получатся специалисты, благодаря только там нескольких лет, пока он все не пощупает, не попробует. Но это несколько лет будет специалист. Так же, как и в науке, ученые избавиться легко, вернуться назад словом. Надеюсь, что все-таки, может быть, когда-то правительство услышит вот эти проблемы и перенаправит, может, какие-то свои усилия на то, чтобы возродить собственную науку. И когда это произойдет, поверьте, мы ничем создавать будем не хуже. Мы не делаем сегодня гибриды, потому что у нас нет людских ресурсов, кто бы занимался вот этим скрещенными нормальными. Мы можем сделать, они у нас есть гибриды, но мы не можем наработать коммерческого объема, мы не можем вам предложить. Ну, вот этих семян, бережно 10 штук, это мы можем. А так, чтобы мы смогли засеять площадь и где-то получить, ну, нормальный объем товара, для нас это форум. И, ну, извините, что так вот в такой форме, что-то там, что-то острое.